Доброго времени суток, дамы и господа! Меня зовут Шпион и сегодня я хотел бы произвести обзор медиаплеера DUNE HD TV101. Показать его функциональные возможности, работу плагинов и приложений, а также буду подключать к нему различные устройства, такие как жесткие диски, оптический привод, клавиатуру и USB-мышь. Итак, приступим. Для начала рассмотрим интерфейс медиаплеера. Первое, что мы видим при включении плеера, это вкладку «Источники». В ней отображается браузер сети, в котором будут показываться расшаренные с компьютера ваши файлы и папки. Далее в этой же вкладке будут отображаться подключенные к плееру оптические приводы, а также USB-жёсткие диски и флешки. Переходим в вкладку «TV». Здесь находится модуль управления цифровым телевидением. В случае того, если вы приобрели такой модуль для этого медиаплеера. Далее находится установленный мною плагин для просмотра IPTV для моего провайдера. Вот эти плагины сегодня мы будем рассматривать. Ну а пока перейдём в вкладку «Избранные». В этой вкладке находятся избранные вами файлы и папки, а также радиостанции. Кстати, очень удобно, если у вас на жёстком диске слишком много файлов и папок. Самые главные из них папки можно добавить в «Избранные» и после чего не искать их. Далее переходим в вкладку «Приложения». Здесь находятся различные приложения. Встроенные, а также установленные мной. Вот. Все эти приложения мы будем рассматривать в другой части обзора. Ну а пока перейдём в вкладку «Настройки». В этой вкладке есть много подразделов, которые мы можем настроить на свой вкус и цвет. Вот. Но для начала давайте пробежимся по каждой из вкладок. В вкладке «Общие» находятся настройки языка интерфейса плеера. Выбираем наиболее предпочтительный для нас. Также можно установить время включения экрана составки. Выбрать в минутах. Вот. И произвести сброс настроек плеера. В случае, если что-то глюканёт в нём, можно сделать мягкий сброс, только настройки и кэши, а также полный сброс, включая пользовательские данные и установленные приложения. Выходим с этой вкладки. Переходим в вкладку «Дата и время». Здесь можно настроить свой часовой пояс, а также синхронизацию времени через интернет. Переходим в вкладку «Видео». Здесь можно произвести различные видеонастройки для аналогового композитного выхода и цифрового HDMI-видео выхода. Давайте посмотрим видеорежимы, которые доступны для HDMI. На самом деле здесь их очень много. Выбирайте наиболее максимальный, подходящий для вашего телевизора. Также можно указать соотношение сторон. 16 на 9, 4 на 3, 16 на 10, либо 5 на 4. Также можно включить авто частоту кадров, если это вам надо, и можно изменить некоторые дополнительные настройки. Например, указать глубину цвета. HDMI 8-бит, 10-бит и 12-бит. Если ваш телевизор поддерживает все из этих режимов, смело устанавливайте максимальный режим 12-бит. И тогда вы добьетесь наибольшего качества изображения. Также можно задать принудительный DVI-режим, в случае того, если вы используете переходник HDMI-двай. Выбрать выходное цветовое пространство, если вам это надо, и вы разбираетесь, что это такое. Также можно изменить цветовое пространство декодера. Но эти настройки я не рекомендую вам трогать, если вы не понимаете, что это такое. Выходим из этой вкладки и переходим в вкладку аудио. Здесь можно произвести различные аудио настройки, включить либо выключить HD-звук, указать режим цифровых аудиовыходов оригинал или битстрим, указать режим декодирования аудио, стерео, либо 5-канальный звук, а также 7-канальный звук, установить максимальную частоту на цифровых выходах, а также включить либо выключить звук перед вами по HDMI. Также можно указать контроль динамического диапазона и выбрать регулировку громкости. Можно установить, допустим, наилучшее качество или разрешить перегрузку. Если мы установим опцию в разрешить перегрузку, то в фильмах, в которых звук нам покажется очень тихим, мы сможем дополнительно его усилить. Однако это может сказаться на качестве звука. Поэтому решать вам, устанавливать эту опцию, либо не устанавливать. Для себя я ее пока что установил и всем доволен. Далее можно выбрать индикацию громкости в процентах, либо в децибелах. Выставляем по своему вкусу. Ну, я думаю, что больше в этой вкладке мне рассказывать нечего. Переходим в вкладку «Сеть». Здесь можно указать подключение плеера к интернету, проводное, беспроводное, либо ППУЕ. Выходим из этой вкладки и заходим в вкладки «Приложения». Здесь можно произвести различные настройки приложений, таких как веб-браузер, IPTV, интернет-радио, торрент-клиента, просмотра фото и других плагинов. К плагинам мы вернемся позже, и их настройки будем рассматривать отдельно. Поэтому я выхожу с этой вкладки и перехожу в вкладку «Оформление». В этой вкладке можно поменять оформление медиаплеера, меню, иконок и так далее. Давайте выберем какую-нибудь другую тему, допустим, установленную мною. Вот такую вот красивую тему оформления. Теперь пробуем еще какую-нибудь, допустим, красную. Дизайн вида плеера окна можно менять клавишей «А» и клавишей «Б». Давайте нажмем на пульте клавишу «Б» и тема медиаплеера, соответственно, поменяется. Вот. Нажимаем еще один раз и включится следующая тема и так далее. В общем, принцип действия, я думаю, вы поняли. Так что, в принципе, оформление медиаплеера можно менять, не заходя в эту настройку. Вот. Далее у нас есть вкладка «Воспроизведение». Давайте зайдем, посмотрим, что там. Вот. В этой вкладке можно выбрать язык по умолчанию для воспроизводимых образов дисков. Например, установить в положении «Авто» либо выбрать предпочтительный язык. Также можно выбрать язык аудиодорожек. Предпочтительный. Вот. И язык субтитров. Давайте выйдем с этой настройки и перейдем в следующую настройку «Субтитры». Посмотрим, что там. Здесь можно установить, включать ли субтитры по умолчанию для DVD, а также установить приоритет субтитров для файлов. Можно установить внешние, либо только встроенные. Вот. Приоритет для этих функций. Выходим с этого меню. Заходим в меню закладки. Здесь есть такие опции, как автовозобновление видеофайлов, аудиофайлов и DVD. Если эти все опции будут включены, то плеер автоматически будет запускать видеоролики и аудиофайлы с того места, где вы остановились. Вот. Переходим в следующую вкладку. Вот. Она называется «Параметры воспроизведения». Здесь мы можем указать поведение кнопок пульта. Вот. И указать, какие действия они будут выполнять при нажатии на них с различными медиафайлами. Выходим из этого меню и зайдем в вкладку «Прочие настроек». Здесь есть настройки браузера файлов. Давайте зайдем и глянем, что там. Также здесь можно указать поведение различных кнопок пульта при операции с файлами. Выходим отсюда. Далее есть вкладка «Кодировки». Здесь я не рекомендую вам менять никаких настроек. Пусть все будет по умолчанию, но если вы действительно разбираетесь в том, что вы делаете, то можете производить различные настройки. Выходим с этой вкладки. Далее есть вкладка «Оптический привод». Здесь можно указать, запускать ли автоматически CD-аудио и DVD-диски. Вот. Можно установить в положение «Спрашивать» либо «Нет». Выходим с этой вкладки. Переходим в вкладку «Системные». В интернете очень много людей советуют эти настройки ни в коем случае не менять. Вот. Но я чисто для теста поменял функцию «Выставить доступ по СМБ». Вот. И поставил включён. Так. Ладно. В принципе, здесь объяснять мне нечего. Переходим в следующую вкладку. Далее есть вкладка «Управление питанием». Давайте зайдём, посмотрим, что там. Здесь можно выбрать действие кнопки «Пауэр». Вот. И выбрать, что будет делать кнопка выключения плеера. Переводить его в режим ожидания или выключать питание плеера полностью. Также можно установить таймер сна. Вот. Выходим с этой настройки. Переходим в настройку «Обновление прошивки». Здесь можно проверить обновление прошивки плеера. Нажимаем «Проверить доступные обновления» и смотрим. Плеер нам сообщил, что обновлений доступных пока нет. У меня установлена последняя версия прошивки. Выходим с этого меню и переходим в вкладку «Системный накопитель». В этой вкладке, если вы подключили к плееру системную флешку, будет отображаться информация о накопителе. Сколько памяти использовано на накопителе и сколько в нём осталось. Здесь можно очистить системный накопитель, да и инициализировать системный накопитель, то есть отключить его, а также инициализировать его, то есть подключить. Напомню, что системный накопитель для плеера нужен, чтобы устанавливать на него дополнительные плагины и приложения. Без системной флешки в плеер вы сможете установить только максимум 2-3 приложения. Выходим с этой вкладки и переходим в вкладку «Плагины». В этой вкладке отображаются все установленные вами плагины в Media Player. Здесь можно произвести операцию «Только удаление» либо посмотреть информацию о плагине. Вот. В принципе, всё. Выходим с этой вкладки. Далее есть вкладка «Дополнительная». В ней можно установить действия кнопки питания, например, включить, делать снимки, делать скриншоты на жёсткий диск при нажатии на пульте клавиши «Power», то есть выключение питания. И скриншоты будут сохраняться в папку «Скриншот». Эта функция будет очень полезна для тех, кто будет делать различные мануалы по плагинам, меню плеера и так далее. Выходим с этой настройки. Вот. И, в принципе, осталась только одна вкладка. Это вкладка «Информация». Давайте зайдём, посмотрим, что там. Вот. В ней отображается информация о Media Player, его прошивке, серийный номер, IP-адрес подключения, MAC-адрес, дата и время, а также подключён здесь системный накопитель к Media Player. В принципе, думаю, первую часть обзора можно уже заканчивать. Продолжим в следующей. И в следующей части обзора мы уже будем рассматривать работу плагинов различных, а также я буду показывать, какие устройства я подключил к Media Player. На этом всё. Продолжим во второй части.